Военные Каспийской флотилии пригласили дагестанских журналистов на борт ракетного корабля «Татарстан». Это один из современных и мощных единиц в составе военного флота. Экскурсия прошла в преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Корреспонденты региональных изданий, информагентства и телевидения прошли по палубе военного корабля, посетили каюты. Им удалось попасть и в командирскую рубку, откуда управляют кораблем, а также оружием и техническими средствами. В 2003 году этот корабль был включен в состав 106-й бригады надводных судов Каспийской флотилии, базирующихся в Махачкале. Ему было присвоено звание флагманского корабля и краснознамены Каспийской флотилии. Главное его вооружение – ракетный комплекс «Уран». Он включает крылатые противокорабельные ракеты. Они поражают морские цели на дистанции до 260 километров. Корабль участвует в крупномасштабных учениях, отрабатывает комплекс учебно-боевых задач в акватории Каспийской флотилии. Также есть и зенитно-ракетный боезапас. Допустим, зенитно-ракетный комплекс «Оса» МА-2. Причем называется «Оса», что она сжалит очень сильно. Что воздушную цель, что морскую цель. Корабль только в субботу пришел с моря, сдавал курсовую задачу Ка-2. Выполнялись артиллерийские стрельбы, зенитно-ракетные стрельбы, стрельбы из малокалиберного оружия. Корабль сдался задачу, подтвердил. Он готов. В полном здравии. Экипаж тоже готов к выполнению любых задач. Продолжение следует...